Валерия Гергиева Это то, что всегда Гергиев привозит хорошую программу, она очень легкая, праздничная, и мы всегда ее слушаем с удовольствием. В филармонии именем Стислава Ростроповича пасхальный фестиваль проходит в юбилейный десятый раз. Самое крупнейшее и ожидаемое событие в культурной жизни России открывает новую страницу в Нижегородском музыкальном календаре. Скоро откроется и Сахаровский фестиваль, и благотворительный сезон, и еще будет 800-летие, и будет еще столетие Андрея Дмитриевича Сахарова. И что вот эта вся плееда праздников открывается пасхальным фестивалем под руководством Валерия Бесаловича, ну, я думаю, это очень добрый знак, представляет надежду, уверенность, ну и ответственность. Большая радость, несказанная. Посмотрите, как люди рады вернуться снова в концертный зал. Тем более, когда на сцене играют 20-е сочинение симфонической поэмы Дон Жуан композитора Рихарда Штрауса. Третьим номером оркестр Мариинского театра играет концерт для фортепиано с оркестром номер один, рэ-бимоль-мажор, сочинение 10 Сергея Прокофьева. Солирует яркий пианист, обладатель различных музыкальных премий мира Даниил Трифонов, родившийся в Нижнем Новгороде. Выступление Даниила Трифонова с нетерпением ждала Людмила Карачкова, его первая учительница. На концерт она приходит с подарком, с букварем для полугодовалого сына Даниила. Людмила Карачкова хранит афиши музыканта и вырезки из газет, посвященных пианисту. Вот мы с мужем, с самого-самого его остановления, с людям за ним. А когда маленький был, конечно, мы на все концерты его приходили. С каким настроением сегодня пришли, с какими чувствами на сегодняшний концерт? Наверное, благодарности в жизни, что вот, ну, моя работа сделала, вот, в общем-то, внесла тоже, наверное, ну, вклад такого человека, который известен на всю планету, не только в нашей стране. Вот, ну, и чувство, конечно, восхищения его работой. Пасхальный фестиваль завершается овациями зрителей. Музыканты отправляются в Самару, впереди еще несколько городов и финальные концерты в Москве. Александра Шуломцева, Михаил Городников. Время новостей.